Экскурсия по строящемуся каркасному дому в Ленинградской области. Поехали! Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Александр и приветствую вас на проекте «Строй и живи!». Мы своих заказчиков всегда приглашаем на строящиеся нами объекты. То есть есть у нас карта с объектами. Заказчик как в Московской области, так и в Ленинградской области, так и во многих других регионах нашей необъятной страны может выбрать себе любой объект. Мы можем состыковать его с прорабом и прораб покажет объект. Но, к сожалению, заказчики достаточно редко посещают строящиеся объекты в моей компании и в любой другой. И это очень зря. Почему? Потому что только приехав на объект, вы можете по достоинству оценить строительную компанию. Ведь в офисе вам могут наливать кофе, рассказывать сказки, басни, показывать красивые проекты. Но что делается на самой стройке, вы можете увидеть только приехав на объект. И ввиду этого я решил провести вам небольшую экскурсию на нашем объекте. Давайте посмотрим. Это дом одноэтажный, с холодным чердаком, с фермами на металлозубчатых пластинах. Все, как я люблю. Строящийся в теплом контуре. В общем, строится в Ленинградской области. Я, как обычно, абсолютно неожиданно, я всегда езжу по объектам неожиданно, приехал на объект. И вот все, как есть, я вам сейчас и покажу. На каждом нашем объекте после заключения договора с заказчиком создается рабочий чат. Приложение в мобильном, как он туда, в WhatsApp. Вот. Куда включается? Я, заказчик, любое количество его представителей. Это может быть жена, муж, технадзор, друг, знакомый, знакомый друга, который всю жизнь строит каркасные дома. Но почему-то заказали не у него, а в строе живее. Но это ладно. Дальше, из моей компании, кроме меня, туда включается руководитель офиса, который строит этот дом, снабженец, прораб и бригадир, который строит этот дом. И этот технадзор, который проверяет качество ведения стройки. То есть у нас есть прораб, который руководит строительством, а есть технадзор, который ездит по объектам и принимает по чехлисту построенный объект или построенный этап. На данном объекте. Так вот, первое, что попадает в этот чат, это договор, что строим, из чего, техническое задание. Проект и геопозиция. То есть координаты этого участка. Поэтому я на любой участок своей компании, строящийся участок, могу приехать абсолютно в любое время. Итак, давайте посмотрим, как объект выглядит. Во-первых, хоть оператор говорит, что мусор не попадает в кадр. Но вот я прошу наоборот, чтобы он попал. То есть строительный мусор мы складируем на участке в том месте, которое определит заказчик. И здесь есть два пути. Ну, просто все в этой жизни стоит денег, абсолютно все. Я считаю, что халява может быть только, как там, бесплатный сыр только в мышеловке. Поэтому мы либо договариваемся, куда складируем весь строительный мусор, и заказчик его здесь накапливает, даже после нашего отъезда, и потом одним разом все это вывозит. Либо мы договариваемся о том, что мы их складываем тоже в том месте, в котором договорились с заказчиком, но вывозим сами, и это стоит денег. Вот сколько это будет стоить вывезти, столько мы с заказчика денег и возьмем. Но строительный мусор мы складываем по максимуму аккуратно и в тех местах, которые утвердил нам заказчик. Бытовой мусор, тот мусор, который отстается от приема пищи наших строителей, мы, естественно, вывозим сами в пакетики, складываем. И прораб, либо бригадир вывозит на мусорку, которая отведена за данным населенным пунктом, за данным поселком и так далее. Это что касается мусора. Что касается обрезков. Обрезки у нас всегда складируются тоже преимущественно в одном месте, в районе стола раскроечного. То есть начало стройки всегда начинается с того, что ребята собирают из самой плохой доски, которая приехала в качестве стройматериала, либо из специально заказанной доски четвертого сорта, вот такой раскроечный стол, на котором устанавливается станок. Сейчас он закрыт полиэтиленом, потому что буквально три минуты, как закончится дождь. И я решил снять этот ролик. Вот сейчас он, по-моему, опять начинается. Ну такое у нас крыльного лета в Санкт-Петербурге, Ленинградской области. То есть вот так вот обрезки складируются здесь. Опять-таки, по договоренности с заказчиком, либо он оставляет эти обрезки себе и использует в дальнейшем для растопки и жарки шашлыков, что на самом деле не очень хорошо. Ну, в смысле сосна и ель, она не очень хорошая дрова. Но тем не менее, многие заказчики просят оставить, потому что это, в принципе, неплохие дрова. Вот. Либо мы это, опять-таки, вывозим за какие-то деньги. То есть весь этот мусор складируется в одном месте, вызывается в конце стройки пухто и выводится. Стоит это сколько? Ну, сколько стоит пухто, вы можете найти на Авито в своем городе. В Ленинградской области это примерно 10-15 тысяч рублей. Вот. Стоимость погрузочных работ, ну, бригаде мы платим за это 5 тысяч рублей, соответственно, и заказчика берем пятерку. Следующий вопрос, это строительные леса. Для того, чтобы построить двухэтажный дом, лесов нужно больше. Для того, чтобы построить одноэтажный дом, лесов нужно меньше. Но они в любом случае нужны. Привозить сюда, ну, то есть строительные компании. У нас сейчас в Ленинградской области строится более 20 объектов. Имеет строительные компании 20 комплектов сборно-разборных лесов, возить их между объектами, выставлять вокруг дома. Нереальная задача, ни по финансам, ни по логистике. То есть это нужно иметь какое-то количество автомобилев отдельных, которые эти леса только и будут перемещать туда-обратно. Потому что у нас практически каждый день сдается по одному объекту. Но если их 20 строится, больше 20 строится, то если не каждый день, то через день у нас сдаются объекты. Леса больше не нужны, их нужно перевозить. Соответственно, самым оптимальным вариантом и для заказчика, и для нас, это покупка самой простой, самой дешевой, самой хреновой доски. И из нее собираются леса. На леса иногда еще уходит та доска, которая отбракована из нормальной доски. То есть доска пришла, хочешь не хочешь, там будет брак. Бесполезно с этим бороться, я уже 8 лет этим пытаюсь заниматься. Это бесполезно. Соответственно, плохая доска уходит на брак. О, на леса. Плохая доска уходит на леса. Как выглядит леса? Да, это не супер безопасные леса, которые обязаны выставлять там в каких-нибудь европейских странах любая строительная компания с перилами там, с лестницами и так далее. Вот такие самые простые леса для наших рабочих. Достаточно для того, чтобы производить строительные отделочные фасадные работы на объекте. Можете налить кучу говна, извиняюсь, в комментариях на этот счет. Я проглочу и пойду дальше. Как хранится строительный материал на объекте? Здесь стройка почти закончилась. То есть доска, вот она, вся. Но тем не менее, и в обязанность бригадира ежедневно в этот чат рабочий скидывать видео о том, как он выполнил работы за сегодня, что будет делать завтра. И то видео, как хранится стройматериал. Поэтому я своими глазами ежедневно вижу, как строительный материал хранится на объекте. И кроме меня за этим наблюдает прораб, технадзор и руководитель офиса. Снабженец, хотя ему на самом деле на этот счет, наверное, по барабану. Вот, доска хранится вот таким образом. Дождей у нас очень много, и льют они все лето, и осадки идут всю зиму. Поэтому всегда на каждом объекте имеются вот такие тенты, которыми эта доска накрыта. Обезопасить полностью доску от непопадания на нее влаги невозможно. Но и этого не нужно делать. Основная масса материалов, применяемых при строительстве дома, это доска камерной сушки. Она при сушке в камере меняет свою структуру, и вода, воду набирает, ну, значительно меньше, чем доска естественной влажности. А набрав ее после окончания дождя, быстро высыхает. Поэтому я предлагаю не поддаваться и не уходить в маразмастические... Не, не получилось. Наблюдая просто у некоторых заказчиков просто панический страх, когда пошел дождь, а каркас, вот где-то там какая-то досочка не укрыта пленкой. Ну, прекратите вот этот маразматизм. Не знаю, как это назвать. Не бойтесь вы того, что доска намокнет. Ну, намокнет она немножко. Ну, проветрится. Самое главное, если вдруг у вас намок каркас, пленкой его не обтягивайте после этого, ни в коем случае. А то есть у нас один такой объект, прямо сейчас строится в Тамбовской области, где заказчик все время вот только вот и бегает, и закрывает этот... Нельзя, это даже нельзя делать, это нехорошо. Это очень плохо делать. Не надо пленкой закрывать каркас, который намок. Закрывать от снега зимой его нужно, чтобы снегом не набился каркас. А закрывать его летом пленкой нельзя. Закрывать можно только, вот как сейчас, влаговетрозащитной супердиффузионной мембраной. Пошли дальше. Каркас, после того, как он накрыт крышей, кровельным материалом, не крышей, не крышей полностью, а кровельным материалом, каким-то материалом, который позволяет... Вот в данный момент кровельный материал еще не весь застелен на крыше. Там уложен на обрешетку подкладочный ковер. И он, в принципе, временной крышей хорошо служит. Сейчас пока осадки, вот прямо сейчас дождь пошел опять. Вот по моей лысой голове, наверное, это видно. Вот, ребята ушли в бытовку. А так они, естественно, накрывают кровли. Так вот, когда каркас защищен от осадков сверху, то следующим этапом его нужно защитить сбоку. И тут можно уже применять влаговетрозащитную супердиффузионную мембрану. Итак, влаговетрозащитная супердиффузионная мембрана монтируется на фасад. Закрываются углы, прибивается брусок. Проклеивать вот эту влаговетрозащитную супердиффузионную мембрану, конечно, это очень хорошо, но это, блин, очень дорого. Значит, на фасаде, то есть снаружи, не внутри помещения, применяется качественная, применяется, ну, чтобы был результат, невидимость, только красная дельтовская клейкая лента. Она стоит, особенно в последнее время, как крыло от самолета. Стыков их очень много. Ширина рулона максимум полтора метра. Соответственно, по дому стыков огромное количество. Если посчитать только эту клейкую ленту, то это получается десятки тысяч рублей под сотню на вот такой вот дом. Я уже не говорю про двухэтажных. Когда мы это подсчитываем для заказчика, 99,9 заказчиков от этой опции отказываются. И на самом деле, на мой взгляд, это рациональный подход к использованию денег при строительстве. Почему? Ну, для начала, наверное, все-таки нужно сказать, какая пленка используется. Я, честно признаться, вот ни разу с производителями изоспана не общался. И я к их материалу отношусь очень скептически. За исключением вот этой мембраны. Это не реклама. Пока у нас нет своей мембраны, можете считать, что это реклама. Но она, кстати, скоро появится. Так вот, вот эта черная изоспановская мембрана, IQ-проф, по-моему, называется, да, вот. Крешмогами просто написано. Вот. Проф. Вот это минимум, минимум, что можно использовать в качестве ветрозащитной мембраны, благо ветрозащитной мембраны, для дома постоянного проживания, в котором вы хотите жить дальше. А не продать его, дабы навариться денег и выбросить симку. Вот. Это минимум. То есть для людей, которые, ну, как бы не совсем экономят деньги. Ну, понятно, что мы все экономим деньги. Но которые считают, короче, я бы сказал так, два варианта. Самый бюджетный, вот изоспанок Юпроф, и самый хороший вариант, это вот от Дельты. Там, в принципе, вы можете любую взять, хоть самую дешевую, она будет лучше и дольше служить. Почему на вот этом материале нельзя экономить? Смотрите, сюда прибьется что-то. Имитация бруса, ОСП, потом какие-нибудь технониколевские фасадные плитка типа Хауберг. Фиброцементный сайдинг. Абсолютно любой материал прибьется сюда. И если эта мембрана дешевая, которую вы купили, там, за 2,5-3 тысячи рублей за рулон, у вас выйдет из строя через 3-4 года, ее поменять будет нереально. Без снятия фасада. Снять фасад любой. Это фактически минимум 30, а максимум 100% вы его выкинете. Ну, 30% от объема. А с таким, как Хауберг, вы его выкинете полностью. То есть поменять эту пленку невозможно. Стоит она 0,001 от стоимости дома. Какой смысл экономить? Поэтому я считаю, что сюда нужно брать самую топовую пленку. Самая топовая пленка стоит за рулон 20 тысяч рублей. Ну, я сейчас условно, не знаю. Против трех, которые я вижу периодически на других объектах. И эта пленка стоит тысяч 7 или 9, наверное, вот так. То есть... А самая хорошая стоит 20 с чем-то. Да, в два с лишним раза больше, скажете вы. Но этой пленки 3... Сколько там? 2,5-3 рулона на дом. Ну, может быть, 4 рулона на дом. Но это не стоит того экономии. Поэтому думайте. Что касается рядом стоящих брусков, которые образуют вентилируемый зазор. Я только что был на другом объекте. Не знаю, выйдет ли он на нашем канале. Там подрядчик думает, будет ли он исправлять косяки. И меня пригласили. Там вертикальный отделочный фасад. Ну, то есть имитация бруса расположена вертикально. Красиво. Но для того, чтобы сформировать вентилируемый зазор, обрешетка должна располагаться вертикально. Чтобы этот зазор был вертикально. Как это работает? Снизу. Воздух заходит. Если этой высоты будет недостаточно, то мы еще это отпилим. Не переживайте на этот счет. Если вдруг кто-то очень бдительно этот момент заметил. Снизу более холодный воздух. Начинает подниматься по вентилируемому зазору. За счет собственной тяги и разницы давления вверх-вниз. Весь пар, который выходит из утеплителя, который вошел в утеплитель с той стороны через огрехи пароизоляции. А пароизоляцию на 100% сделать невозможно. Он попадает вот в этот вентилируемый зазор и выходит наверх. Соответственно, для одноэтажного дома достаточно, я считаю, мое мнение. 25 миллиметров, то есть дюймовки. Но эта экономия тоже очень сомнительная. Здесь нарастет потом какая-нибудь паутина, какой-нибудь листочек. Следующий листочек попадет от дерева. И там где-то что-то может закупориться. Поэтому для своих клиентов мы всегда используем брусок 50 миллиметров. Для одноэтажных и двухэтажных домов. Для двухэтажных домов только 50, потому что слишком большая высота. И вероятность того, что что-то где-то застрянет, гораздо больше. Чем длиннее провод, тем больше должен быть диаметр. Шланг имеется в виду. Здесь то же самое. Далее, не забываем о таком моменте. Долго я боролся с помощью тех же чатов. Почему я чаты эти заставил делать? Потому что каждую мелочь нужно, чтобы я сам увидел. Наконец поворол. Теперь в моей компании таких вопросов вроде как не возникает. Я вот ни разу, сколько не пытался бригаду на этом поймать. Уже не получается поймать. Вот этот момент, смотрите. Если здесь брусок будет доходить до окна, то как воздух подняться здесь? Как он куда денется? Здесь же уже будет фасад прибит. Все. Он здесь запирается. Здесь начинает жить сырость, плесень, грибки. И всякая ерунда. Поэтому в обязательном порядке нужны вот такие зазорчики. И они должны быть не только снизу окна, но и сверху окна. Если вдруг вы сейчас увидели этот момент, пришли к себе на стройку, увидели, что у вас тут бруски вот так вот, ну, спокойствие. Только спокойствие. Берется пила циркулярная, делается несколько пропилов, выбивается этот кусок. Да, это будет выглядеть не так аккуратно, как здесь, но это тоже рабочая схема. Самое главное, чтобы этот воздух, который будет подниматься здесь, мог куда-то выйти и куда-то дальше уйти. Расстояние это, ну, предпочтительнее делать вот под эту доску. Оно может быть чуть ниже, чуть выше. Не имеет разницы. Большой. Но вот лучше вот так вот. Этот момент нужно соблюдать не только под окнами, но и над дверями. Почему? Потому что над дверями тоже есть вот такие ниши. И там воздуху, воздух собирается, ему некуда деться. Поэтому будет воздух вот так идти. Хочешь, не хочешь, он как-то будет там вентилировать. Не супер вентиляция, согласен. Но так лучше, чем если просто запереть этот воздух там. Кроме того, раз здесь стоим, хочу похвастаться, что на этом объекте, к сожалению, это достаточно редко на наших объектах, но все же применены фермы на металлозубчатых пластинах. То есть это в отдельной специальной программе спроектировано. Далее произведено на производстве, где вот эти пластины не молотками забиваются где-нибудь и как-нибудь, а прессом с давлением в 30 тонн, 30 тонн вдавливаются в деревяшку. И вот это огромное количество пластин с зубчиками, специальными зубчиками, специальными пластинами, не те, которые продаются в Леруа Мерлен, там какая-то фигня продается. Они вдавливаются и держат нормальную нагрузку и выполняют свою функцию правильно. Про фермы у нас было несколько роликов, вот ставим вам подсказку, если интересно, посмотрите. Очень классная технология. Недаром весь этот вонючий запад использует именно эту технологию. Я в Финляндии своими глазами видел, как на трех или пяти, пяти, наверное, этажный дом, стропильную систему смонтировали, ну, при нас, там, за считанные часы. Один подъемный кран и три-четыре рабочих. На моих глазах это было. Это было вот так, круто. Пойдемте, наконец, вовнутрь. Напомню, что у нас сегодня экскурсия по нашему строящемуся объекту. Вот этот утеплитель, который остался от стройки. По идее, весь материал, который мы привозим на строительство объекта, это наш материал. А дом, это дом заказчика. Поэтому, по идее, весь материал, который остается, еще раз повторюсь, так как он наш, мы его вывозим, имеем право вывезти на следующий наш объект. Но делаем это не всегда. Иногда мы, если заказчик очень хорошо относится к нашим рабочим, к нам, к нашей компании, мы его оставляем в дар, так же, как и остатки другого строительного материала нашему заказчику. Но так происходит не всегда. Иногда мы его все-таки вывозим. Вот. И если прораб выполняет эти действия, вывозит, это не означает, что прораб ворует, как некоторые наши заказчики думают. Кричат и топают ногами, что я за него заплатил. Позиция моей компании, моя личная, что заказчик у нас заказывает дом. И в том случае, если в этом доме, ну, по проекту, по расчетам, по всем делам, если в этом доме не хватило утеплителя, то это наша проблема, и мы его докупаем. А если утеплитель остался, то это наша проблема. И мы его вывозим. Зачастую на объект заводится материал излишне для того, чтобы не довозить потом. Потому что когда не хватит двух пачек утеплителя, или сколько здесь? Восемь штук. Шесть. То ждать, пока его привезут, это время простой бригады. И это транспортные расходы. А вывезти шесть пачек утеплителя, какое-то количество пачек мягкой кровли, пол рулона пароизоляции и семь досок, которые остались, нужна такая же машина, как для вывоза шести пачек утеплителя. Но это можно сделать один раз. Но опять-таки повторюсь, мы не всегда так делаем. Если заказчик хороший, и он нас просит оставить, мы оставляем. Так, ну что же, мы внутри будущего каркасного дома. Во-первых, смотрите. Видите, какие большие окна здесь? Здесь, здесь, и они открыты. Там дверь, тут дверь. Надо дому дать продышаться. Не закупоривайте его. Даже если у вас уже к этому времени установлены окна, ставьте их всегда на микропроветривание. Вот не надо, как это, черепаха все вот втянул в себя, закрылся, я в домике. Дайте подышать этой стройке. Потому что, хочешь не хочешь, шли какие-то осадки, была какая-то влага. Надо, чтобы это все вышло, выветрилось, чтобы не образовывалась плесень. Вот, с окнами закончили. Теперь, как должен выглядеть дом изнутри, каркасно строящийся? Конечно, в нем должны быть установлены окна, но на этом объекте будет чуть позже это произведено. Дальше. Весь наружный контур, вот этот панцирь, черепахи, домик, он должен изнутри быть вот такого ярко-синего цвета, приятного. Скажите приятный цвет. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Скажите приятный цвет. Я очень люблю синий цвет. Летом я стал переодеваться в белую одежду, а зимой по-прежнему хожу в синий. Вот. Но мне очень нравится, безумно нравится вот эта наша синяя пароизоляция. Не только за цвет, естественно. Она классная по своим характеристикам и по своей стоимости. То есть стоимость квадратного метра нашей пароизоляции не дороже, чем та хреновая пароизоляция, которая есть на нашем рынке. И она в разы, в несколько раз дешевле, чем аналоги той пароизоляции, бренд называть не буду, которая в единственном экземпляре есть в нашей стране. В единственном экземпляре. Она в разы дешевле. Хотя она по своим качествам, полиэтилена, такая же. Но у нас все равно есть преимущество даже относительно той самой дорогой. Потому что у нас ширина рулона 3 метра. И в чем преимущество? Если полтора или двухметровый рулон, то здесь посередине возникает еще одна... Крутись, Сергей, со мной. Еще одна полоса клейкой ленты. Если по всему дому ее посчитать, то это получится еще одна стоимость пароизоляции на этот дом. Понимаете? Поэтому экономия колоссальна за счет трехметрового рулона. Работать с ним можно. Вполне удобно. И вполне ребята все довольны. На потолке то же самое. Тоже наша синяя пароизоляция. Если у вас холодный чердак, если у вас наклонная крыша, что не очень хорошо с точки зрения энергоэффективности вашего дома, но с точки зрения эстетики, согласен. Кому-то нравятся вот эти наклонные крыши, увидеть большие пространства и потолки, согласен. Но все это должно быть укрыто синей нашей классной пароизоляции. Но никакой другой я не вижу основания. Я открою секрет, что нашу пароизоляцию можно найти и получить к себе на участок не только в Санкт-Петербурге и в Москве, а во всех, абсолютно во всех регионах нашей страны. И это можно сделать буквально за считанные дни. И доставка стоит на самом деле копеек. На нашем сайте ссылку отдельную для пароизоляции мы оставим в описании. Там есть калькулятор и для расчета количества пленки, и для расчета количества клейкой ленты, и расчет стоимости доставки в любой город нашей страны. Кстати, имейте в виду, что чем больше покупаете, тем меньше становится доставка, стоимость доставки на один рулон. Поэтому договаривайтесь со своими соседями, покупайте одним общим скопом, получайте скидку на объем, так как чем больше покупаешь, тем дешевле становится пароизоляция лента, и доставка становится экономнее. Поэтому пользуйтесь. Ссылка будет в описании. Итак, решили. Если у вас свайный фундамент, у вас на полу должна быть синяя пленка, на стенах должна быть пленка, и на потолке должна быть пленка. Единственным исключением, как вы видите, есть какая-то другая пленка, какая-то другого цвета. Самое главное, чтобы это была не пароизоляция. Не пароизоляция. Давайте еще раз повторение мать учения. Снаружи у вас, снаружи дома, когда вы снаружи на него смоете, влага ветрозащитная, супердиффузионная мембрана. Снаружи дома. Когда вы смоете изнутри дома, то на наружных стенах у вас пароизоляция. Да, кстати, ту наружную пленку иногда еще называют гидроветрозащита. Ну, я люблю русский язык, и поэтому для меня влага ветрозащита звучит гораздо лучше, чем гидроветрозащита. Ну, в общем, поэтому у меня компания называется «Строй и живи». А не как-нибудь по-английски. Ну, кстати, есть очень качественная, хорошая, классная компания, которая называется по-английски. Внутренние стены, внутренние стены, на них должен быть материал, не пароизоляция. Ну, естественно, он называется не так. То есть он не должен обладать пароизоляционными свойствами. Почему? Потому что если вы находитесь в санузле, ну, здесь не санузел, находитесь в санузле, то влага, которая будет выходить из санузла, она должна куда-то выйти. Она должна выйти хотя бы в жилое помещение. Ее мало, но она должна выйти. Вот. Мы как-то снимали один дом, хреново построенный. Ну, кстати, был ничего так построен, но вот перепутали. И на межэтажном перекрытии, кстати, межэтажное перекрытие тоже должно быть из такого материала. Должно быть не пароизоляция, потому что если влага туда попадет, между двумя слоями пароизоляции, в межэтажном перекрытии, во внутреннюю перегородку, она может прогнить буквально за три года. Поэтому здесь мы используем самую дешевую, ветрозащитную, якобы, мембрану, ну, которую можно использовать для дачных домов. Она самая дешевая. Вот она как раз стоит там две, две с половиной, три, не знаю, сколько ты, тысяч рублей. Самое дешевое. Ее задача всего лишь одна. Не допустить проникновения пыли от каменной ваты или от любой другой ваты в помещение. Понятно, что здесь еще будет гипсокартон, будет какая-то отделка и так далее. И она тоже остановит эту пыль. Но до этого момента здесь еще будут работать электрики, сантехники и так далее. Утеплитель должен не вываливаться, а должен там стоять. Соответственно, какой-то ограничивающий материал может быть. Это может быть даже крафт бумага. Даже рулоны старых обоев, которые у вас лежат до сих пор на чердаке у дедушки на даче. Даже их можно использовать. Любой материал. Поэтому, ну, это самый простой в нашем случае. Мы используем его. Обрешетка. На потолке мы используем вот такую обрешетку. Это обычно, ну, всегда сухая доска, потому что внутри помещения вообще нельзя использовать доску, естественно, влажности или доску намокшую. Поэтому здесь всегда используются камерные сушки доска. Строганной она может быть только в том случае, если заказчик пожелал. И он хочет отделку потолка выполнять, ну, каким-то очень жестким материалом. Я вот сейчас даже такое вспомнить не могу. Ну, возможно, такие случаи бывают. 99,9% это просто сухая доска. Потому что натяжные потолки, они не будут ее касаться, и ровность ее не обязательно. И в случае, если будет эта вагонка или имитация бруса на потолке, тоже ничего страшного, что доска имеет разную толщину, с разницей там в несколько миллиметров. Потому что имитация бруса или вагонка, она достаточно эластична, и она неровная, она имеет свой профиль. Соответственно, ровность или неровность потолка вы никогда не увидите. Поэтому, в принципе, можно использовать такую доску. на стенах обрешетка. С одной стороны, она нужна, с другой стороны, не нужна. Кто-то ее называет обрешеткой вентилируемого зазора. Это в корне неправильно само название. Здесь нет никакой вентиляции внутри помещения, поэтому брусок прибитый сюда 25, 30, 50 миллиметров не может называться бруском вентилируемого зазора. Нет здесь никакой вентиляции. Это воздушный зазор. И он нужен для чего? Ну, например, для того, чтобы здесь провести какие-то кабели электрические и не повредить пароизоляцию. Для того, чтобы утопить туда какой-то подрозетник или какую-то распаечную коробку. Согласен, с этой стороны можно. Для того, чтобы отделка, допустим, мохнатая с обратной стороны имитация бруса, не корябала пароизоляцию. Пароизоляцию. Можно. Но обязательного случая, когда вот прям железно нужен, здесь брусок обрешетки. Обязательного здесь в этом ничего нет. Это может быть обрешетка, выполненная для подгибескартона из металлического профиля, гипрочного. Прямо вот отличный вариант. Тогда у вас будет идеально ровные стены, тогда у вас все будет хорошо. Обрешетка для того, чтобы держать нашу пароизоляцию не нужна, не требуется. Вот смотрите, вот стойка, вот я при вас. Раз скрепка, два скрепка. Для очень щепетильных эти скрепки можно заклеить кусочками клейкой ленты, чтобы вообще исключить проникновение воздуха через вот эти два маленьких отверстия. Вот две скрепки, но одна еще внизу. Ну и все, больше нет. Здесь сколько? Вот еще одна скрепка. Еще одна скрепка. То есть на каждую стойку я вижу две скрепки. Вот здесь вообще одна. Нет, вот еще одна. На каждую стойку две скрепки. Это не так много, но этого достаточно из-за того, что пленка у нас плотная. Вы не сэкономите здесь, конечно, скрепки. Я не про экономию скрепок. Я про количество отверстий, которые огрех, ну вот я грехами их называю, огрех пароизоляции. То есть в принципе можно заклеить и эти штуки, но это уж совсем, как бы сказать, маразматизм. Мы много раз проверяли наши дома аэродверью, тепловизорами, специальными такими штучками, которые замеряют скорость ветра внутри помещения, дующие из каких-то огрех там пароизоляции, каркаса, утепления и так далее. Но вот эти штучки они не сифонят. Я вот ни разу не замечал такого. Поэтому в принципе их можно заклеивать, но это не обязательно. Про утепление тоже хочется рассказать, но, к сожалению, на этом объекте вот последняя, предпоследняя стена осталась, в которой есть уже утеплитель, но еще нету пароизоляции или какой-то другой пленки ограничивающей. Вот так должно выглядеть качественное утепление, выполненное прямыми руками. Если вы видите большие заломы, зажимы, напиханное туда утеплитель, это нехорошо. Вот, но если докопаться, то и здесь можно докопаться на самом деле, но я считаю, что это на 4 с плюсом выполненное утепление. Вот так оно должно выглядеть. Я тоже долго боролся, добивался, чтобы, наконец, мои рабочие научились к этому вопросу относиться добросовестно. Еще один момент. Я вот сейчас увидел вот это и подумал, блин, надо об этом тоже рассказать. Зачастую в каркасе применяются сдвоенные стойки. Мы за счет длинного ригеля над, ну, вверху всех стен в целом ушли от сдвоенных стоек, которые применяются там в канадской технологии, но сдвоенные стойки все равно периодически появляются в наших каркасах. Ну, почему? Потому что это необходимо. Вот зачастую спрашивают, почему вы здесь не прокладываете там какой-нибудь жут, утеплитель и так далее. Каркас, когда собирается, на нем нет крыши и она будет совсем нескоро. Любой материал, который проложен здесь между двумя стойками на этапе каркаса, это гипотетический подсос влаги, скопление этой влаги между двумя досками. Даже если доска камерной сушки, влага, которая заперта между двумя досками, точно даст жизнь. Жизнь плесени, жизнь каким-то там микроорганизмом и так далее. Я не люблю этого. Я много раз видел подобные моменты. Там всегда образуется плесень. Да, она невидимая, да, ее там немного, ну, потому что она зажата, ее не видно. Но она там есть, и я вот против этого. А для того, чтобы через вот эту щель в два с половиной миллиметра не продувала ничего, я ей всегда рекомендую не изнутри, а снаружи делать перекрестное утепление. Перекрестное утепление хотя бы 50 миллиметров. Этого достаточно, чтобы перекрыть эту незначительную щель. Кроме того, я напомню, что снаружи у нас качественная, плотная, влаговетрозащитная супердиффузионная мембрана, которая не дает ветру и воздуху попадать в эту щель. А изнутри у нас будет пароизоляция, которая также предотвращает движение этого воздуха. В общем, насчет щелей я объяснил. Еще раз повторюсь, мы много раз проверяли наши дома тепловизором, аэродверью и всякими разными штучками. Эти щели не дают о себе никак знать, если снаружи выполнено перекрестное утепление и выполнена влаговетрозащитная супердиффузионная мембрана. Затыкать здесь чем-то, заклеивать скотчем бесполезная трата денег и сил. Но если вы хотите, можете на своем объекте этим заняться, поупражняться. Ну а вот здесь еще лежит, просто видите, я на этот объект приехал без всякой подготовки, неожиданно, поэтому как чукся, что вижу, то пою. Вот, здесь на подоконнике лежит клейка-лента. Можете назвать это опять рекламой, но я не устану повторять, что единственная клейка-лента, пока мы свою еще не сделали, но мы к этому тоже идем не очень быстро получается, потому что хочется качественный продукт сделать, за который не будет стыдно. Вот это клейка-лента, которая применяется для проклейки нашей качественной пароизоляции. И это, и ею можно проклеивать только в сухих помещениях и в сухих местах. Что является сухими местами? Это стены, пол, потолок на своих прямых участках. В том случае, если вы будете проклеивать пароизоляцию с оконной, ну, то есть вокруг окна, это уже другая нужна клейка-лента, красного цвета. Она применяется для влажных помещений и для наружных, наружного использования. То есть, если надо что-то, порвалось мембранам, заклеить снаружи, то только красный. В санузлах, в котельных мы зачастую применяем красного цвета. И в том случае, если пароизоляция проходит через лаги и межэтажное перекрытие, там тоже красная есть была? Красная. И если вам вдруг необходимо пароизоляцию нашу синюю, только нашу синюю, остальное просто бесполезно клеить, приклеивать. Приклеить к деревянному какому-то элементу, ну, не знаю, где-то вам надо какой-нибудь балке ее приклеить. Там тоже используется красная клейка-лента. Друзья, ну, вроде бы все, я рассказал про этот объект, ну, по крайней мере, что попал на глаз и что захотелось рассказать. Кстати, вот иди сюда, вот о чем я говорю. Если где-то что-то порвалось, то не беда, не надо заново все делать. Вот просто взяли штучку одну и приклеили. И так с любым отверстием. Это все ремонтируется, все клеится и никакой проблемы здесь нет. Наверное, все про этот объект я закончил. Вы пишите, пожалуйста, в комментариях свои вопросы. Я конкретно к этому ролику обещаю, просто я что-то немножко стал подзабивать на ответы комментарии, я прошу меня просить за это. Под этим роликом я 100% в ближайшие несколько дней после выхода этого ролика на все вопросы отвечу. Задавайте. Кроме того, помните, что я есть в ВК ВК ВКонтакте и в принципе я там тоже отвечаю на все вопросы, которые мне задают. Заказывайте проектирование и строительство загородных своих каркасных качественных домов в нашей компании и у вас будет то же самое. Перед этим, перед тем, как выбрать подрядчика, обязательно поедьте к нему на участок. Еще раз повторюсь, в офисе вам могут быть даже коньяка налить. Кстати, в нашем офисе наливают тем, кто договор заключает. О, стихами заговорил. Вот. Но это не факт, что когда приедешь к ним на объект, вы увидишь вот такой порядок и такую чистоту и такое качество работы. Поэтому ездите на объекты к своим подрядчикам, чтобы меньше потом меня приглашать на свои объекты и жаловаться, как хреново вам построили. С вами, как всегда, был Александр и проект Строежье. До скорой встречи. Пока.